А реклама и ныне там. Договоры с победителями конкурса на размещение рекламных конструкций расторгли, а разрешение на эксплуатацию отозвали ещё осенью прошлого года. Однако щиты города всё ещё пестрят коммерческой рекламой. Как выяснилось, на заседании Думы в правоохранительных органах этим вопросом пока не занимаются, поскольку пострадавшая сторона администрации заявление не подавала. «У нас, потому что есть ряд преступлений, по которым проводится проверка без сообщения гражданина, где необходимо наличие письменного заявления, кому ущерб причинён, кто и так далее. Я так понимаю, администрацию ущерб, да? Соответственно, если ущерб причинён администрации, она не должна обратиться официальным заявлением, мы проведём проверку, если в действиях виновных установим административное правонарушение или преступление, привлечём их к установленному закону ответственности». Андрей Чернышов рассказал депутатам об основных итогах работы полиции за ушедший год. В частности, мошенничество остаётся острой проблемой для города. Число таких преступлений растёт из года в год. Удельный вес их в прошлом году составил 73%. Не обошли стороной депутаты и довольно громкое дело о мошенничестве с продажей кухонной мебели. «Были заказаны кухонные гарнитуры, которые в итоге наши граждане, в том числе из моих избирательниц, не получили. Были оплаченные средства, стопроцентная предоплата, но ни гарнитуры, ни техники кухонной не было. Вот скажите, пожалуйста, как обстоят дела с расследованием этого преступления? Вообще возбуждено ли уголовное дело по данным фактам?» Ни денег, ни кухонных гарнитур в Сыровчане так и не увидели. Как выяснилось, подобные схемы злоумышленники проворачивали не только в нашем городе, но в Арзамасе и других городах. Итог весьма печальной десятки обманутых клиентов – миллионы рублей ущерба. Расследование пока продолжается, рассказал Андрей Чернышов. «Когда оно будет привлечено, я не могу сказать, потому что там очень большие объёмы следственных действий, очень много потерпевших, очень большой ущерб причинён гражданам, как минимум средний ущерб – 100 и более тысяч рублей каждого гражданина». Также затронули вопрос частых аварий на пешеходных переходах. Эта причина ДТП в 2021 году лидировала в списке 23 случая. Ей активно займётся комиссия по безопасности дорожного движения. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.